здравствуйте мои дорогие друзья это серия номер один из моего персонального челленджа где я в течение 30 дней буду выпускать одно видео а сегодня ребята я выпускаю целых два первое это приветственная и так сказать которые начинают эту серию ну и собственно вот мы начинаем с вами работать ребята вопросы которые нам прислал евгений максаков я буду зачитывать вот прямо отсюда это youtube ребята евгений пишет алексей вы говорите что открывать окно чем позже тем лучше это получается что если я начну есть часам к двум и закончу в 4 то процессы разжигания на сегодня прекращается евгений спрашивает евгений давайте мы с вами скорректируем все ваши вопросы в один более такой корректный до евгений смотрите процессы жиросжигания останавливаются в тот момент когда вы начинаете кушать почему потому что как только вы начинаете кушать ваш организм выделяет инсулин на фоне хотя бы малой доли инсулина организм прекращает процессы жиросжигания и начинают процессы восстанавливания не только жира но и процессы восстанавливания гликогена из того что вы съели потому что калории которые вы получаете в пищу организм будет использовать Для восстановления гликогена вашего, который вы тратите без пищи, и, конечно, для восстановления какой-то части жировой прослойки. Следовательно, чем дольше вы не будете кушать, тем дольше ваш организм будет находиться в анаболическом состоянии, где он будет использовать ваш гликоген, вашу, так сказать, энергию, которая находится в каждой клетке, в печени. Это гликоген. Гликоген является быстрой энергией, которую в течение сна организм будет восстанавливать из жира. Но для того, чтобы он ее восстанавливал из жира, сначала вам нужно не доесть и находиться в калорийном дефиците. А калорийный дефицит – это такая история, при которой вы тратите больше, чем вы съедаете. Соответственно, если вы будете открываться, Евгений, вы говорите в 2, лучше 2 – это такая слабая цифра. На периодическом голодании старт, откуда я считаю нормальный, адекватный уровень ПГ, это от 16.00. Поэтому, извините за ветер, поэтому я советую открываться после 16.00. Я советую находиться в калорийном дефиците, то есть тратить больше, чем вы съедаете. И, конечно, к вечеру постараться не наесть, да, если ваш базовый метаболизм, а как высчитать свой метаболизм, ссылка будет здесь. Еще вам понадобится видео о инсулинорезистентности, где более детально вопросы с запасами гликогена мы раскрываем. Тоже ссылка будет здесь, обязательно нажимайте. Вот эти два видео вам очень сильно понадобятся. Соответственно, вы потратили ваш гликоген за целый день, вы покушали какое-то количество калорий, все это в рамках периодического голодания, вы ложитесь спать, и ваш организм в течение сна будет подбивать дебет с кредитом и, соответственно, выводить, да, общий знаменатель. Если вы переели, то вы восстановите весь ваш гликоген, и все остальное пойдет в сало. Если вы, так сказать, находитесь в дефиците, то часть гликогена остановится из-за пищи, и остальная пища у вас пойдет в жир. Поэтому так важно не переедать, так важно потратить 2000, съесть 1500, и быть в дефиците на 500 калорий. И вот эти 500 калорий вы будете брать из жира, тотально. Конечно, весь процесс намного более сложный, и поэтому я рекомендую хотя бы один раз в 10 дней делать 48-часовое голодание, где вы вообще не получаете никаких калорий и ложитесь спать пустой. Соответственно, вы не получили никаких калорий за целый день. Соответственно, если вы не получили никаких калорий за день, что происходит? Ваш организм не будет подводить дебет с кредитом, ему нечего вообще, неоткуда подводить. То есть он будет весь ваш гликоген, который вы зарасходовали за целый день во время вашего сна, восстанавливать только из жира. Поэтому 48-часовое голодание так полезно и для борьбы с инсулинорезистентностью, и для расхода вашего потрясающего. Старайтесь сделать хотя бы один раз в 7-10 дней 48 часов, где вы весь ваш потраченный гликоген будете восстанавливать из ваших жировых запасов. Это мой вам совет Евгений, огромное вам спасибо за ваши вопросы. Ребята, и как всегда, все вопросы пишите под видео, в комментариях, подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы во всех соцсетях, естественно. Контакт, все ссылки, все везде. Работаем, друзья!